Привет, друзья, с вами Макс. Сегодняшнее видео очень полезно будет и важно для новичков 3D-печати, так как многие даже не знают, какой правильным выставить зазор между столом и саблом, как откалибровать стол, и что такое параметр высота первого слоя в программе Кура, как им пользоваться и на что он влияет. Некоторые ребята на YouTube рекомендуют использовать бумагу для калибровки стола, но бумага имеет разную толщину, например, офисная бумага имеет толщину 0,6 микрон. Если брать альбомную, она может достигать и 0,2 мм. Так все-таки, какой же зазор должен быть для качественной печати? И сегодня мы попытаемся это выяснить. В программе Кура, как и в большинстве слайсеров, есть такие параметры, как высота слоя, высота первого слоя. Вот они. Высота слоя – это общая высота каждого слоя нашей детали. Она равна половине диаметра сопла. То есть возьмем за основу сопло 0,4 мм. Диаметр прутка, который выходит из этого сопла, составляет 0,4 мм. То есть он круглый. Логично предположить, что ширина 0,4 мм, самая максимальная, находится как раз посередине этого прутка, в разрезе. Поэтому рекомендуется использовать толщину слоя для сопла 0,4 мм – 0,2 мм. Так как в программе Кура есть такой параметр, как ширина линии, его мы ставим по умолчанию 0,4 мм. Кратно нашему соплу. Итак, друзья, что такое высота первого слоя? Для примера я возьму вот такой вот калибровочный кубик. Давайте посмотрим в предварительный просмотр. Здесь видна уже подложка. Вот толщина подложки – это и есть высота первого слоя нашего. Если мы сделаем подложку слишком тонкой, деталь просто оторвется. Если сделаем ее слишком толстой, то скорее всего будет переэкструзия и будет эффект слоновьи ноги. То есть утолщение у основания. Это испортит геометрию детали и внешний вид. Поэтому подложка должна быть идеально правильной толщины. Логично предположить, что наше сопло нужно калибровать полностью в ноль, без зазора. Ведь программа Кура высоту первого слоя ставит 0,2 мм. То есть она автоматически приподнимет сопло на эту высоту и начнет печатать. Но так ли это на самом деле на практике будет? Получим ли мы качественный результат? Поэтому я решил провести 7 тестов с разными зазорами между столом и соплом, чтобы наглядно вы могли увидеть разницу в качестве печати, в толщине подложки и полученном результате. Перед вами эти 7 тестов. Я уже сделал такую вот сводную таблицу по каждому тесту. В первой колонке у нас калибровка стола. То есть это фактический зазор между столом и соплом. Я откалибровал в первом тесте стол так, что он касается нашего сопла. Зазор там буквально 1 микрон. Но будем считать, что 0. Высота первого слоя, вот эта высота, я поставил 0,1. Фактическая высота слоя, это замер, который я произвел во время печати. Я остановил принтер еще до того, как закончилась печать первого слоя, то есть именно подложки. Отвел немножко в сторону сопло и замерил с помощью бумаги. У меня получилось 0,11. Получается все верно. Высоту первого слоя мы поставили с вами 0,1 мм в программе Кура. Она соответственно и подняла наше сопло на такую высоту 0,11. Следующая колонка это толщина подложки на краях. Давайте посмотрим на саму подложку. Обратите внимание, подложка насколько тонкая. Я ее даже не смог нормально оторвать ногтем, потому что она просто-напросто вмазалась в наш стол. Толщина подложки не превышает 6 микрон. Но при этом я не вижу недоэкструзии и переэкструзии. Напечаталась она вполне отлично. Только очень тонкой. Почему я указал толщина подложки на краях? Потому что замер я буду производить в дальнейшем по всем остальным тестам именно на крае подложки. Так как в середине там идут наплывы и переэкструзия. И соответственно толщина может быть больше. В нашем случае переэкструзии не было, поэтому здесь я пропуск поставил. Толщина подложки с учетом наплывов, то есть переэкструзии. Ну и вывод естественно сильно утонченная подложка. Итак, перейдем к тесту номер 2. Здесь калибровка зазора составляет 0. То есть сопло у нас мы также оставили на поверхности нашего стола. Высоту первого слоя в куре я поставил 0,2 мм. Фактическая высота также составила 0,2 мм. Отвел немножко в сторону сопло и замерил бумажками между столом и сопло. То есть программа Кура действительно правильно работает. Она приподнимает сопло на ту высоту, которую мы укажем в параметре высота первого слоя. Толщина подложки на краях составляет 0,2 мм. В области переэкструзии 0,31 мм. Ну это логично, потому что переэкструзия добавляет толщину. Качество, конечно, подложки ужасное. Хотя при этом очень странно. Ведь мы подняли сопло на высоту 0,2 мм над столом. И должна была бы получиться качественная печать. В куре был выставлен зазор первого слоя 0,2 мм. Я решил экспериментировать дальше. Тест номер 3. Калибровка стола также остается в нуле. Высота первого слоя в куре я выставил 0,38 мм. Фактическая высота также составила 0,38 мм. Все верно. Толщина подложки на краях составила 0,19 мм. Давайте посмотрим на нее. Она имеет более правильную форму. И вроде как бы и толщина 0,19 мм, 0,2 мм достаточно правильная. Но идет дикая переэкструзия. Смотрите, какие ужасные наплывы. То есть в области переэкструзии толщина увеличилась на 0,16 мм. Ну и результат, естественно, качество дикой переэкструзии. Ну не годится такая подложка. В тесте номер 4. Калибровку стола сделал 0,18 мм. То есть зазор между соплом и столом поставил 0,18 мм. Высоту первого слоя в куре поставил 0,1 мм. Фактическая высота слоя получилась 0,28 мм. Если сложить фактический зазор с высотой первого слоя, мы получим те же 0,28 мм. Так что все верно. При этом толщину подложки на краях мы получили 0,15 мм. Давайте посмотрим. Обратите внимание на недоэкструзию в подложке. То есть у нас получилась достаточно тонкая подложка с большой недоэкструзией между слоями. То есть видно, что не хватает материала. В тесте номер 5 я оставил зазор 0,18 мм между соплом и столом. И в куре выставил высоту первого слоя 0,2 мм. Если сложить 0,18 мм плюс 0,2 мм, мы получим 0,38 мм. Фактически, когда замерил высоту между столом и соплом, у меня получилось 0,35 мм во время печати. Я, конечно, мог ошибиться на 2 мкм, так как замерял это бумажкой. Подложка получилась практически идеальной. Никакой переэкструзии, никакой недоэкструзии. Видно, что в некоторых местах в углах есть небольшие наплывчики. Но они очень мизерные. А в целом, очень даже хорошие. При этом, хочу обратить внимание, что когда я сгибал эту подложку, она не лопалась. То есть слои спекаются между собой очень хорошо. Качество я оценил как хорошее. Итак, друзья, дальше будет интереснее. Тест номер 6. Калибровку стола я выставил в 0,24 мм. То есть зазор между столом и соплом в 0,24 мм. Высоту первого слоя поставил 0,2 мм. Если сложить, мы получаем 0,44 мм. Когда я замерил фактически, у меня получилось 0,42 мм. Ну, плюс-минус правильно. Толщина подложки 0,2 мм. Обратите внимание на тест номер 6 на подложку. Никаких наплывов даже в углах. Просто супер это получилось. Просто обалденное качество получилось. И толщина правильная 0,2 мм. Но ради эксперимента я решил сделать и тест номер 7. Снова опустил сопло до высоты 0,18 мм над столом. И высоту первого слоя в куре выставил 0,35 мм. Фактически высота слоя у меня получилась 0,4 мм. Ну, плюс-минус правильно. Толщина подложки 0,38 мм. Давайте посмотрим. Обратите внимание на дикую переэкструзию. Просто во всех местах, где только можно было, идет ужасная переэкструзия. Волнистость. То есть, пластика подается очень много. При этом хочу обратить внимание, что толщина подложки на краях составила 0,38 мм. То есть, она в два раза толще получилась. И, соответственно, толщина с учетом наплывов 0,46 мм. Почему же так происходит, друзья? В тесте номер 2, где калибровка стола была в нуле, высота первого слоя была тоже 0,2 мм. И толщина подложки тоже 0,2 мм. Мы получили переэкструзию. А в тесте номер 6, где мы откалибровали стол на высоту 0,24 мм. То есть, подняли сопло выше уровня стола. И еще поставили при этом высоту первого слоя 0,2 мм. Так же, как в тесте номер 2. Мы получили идеальную толщину подложки 0,2 мм. И супер отличное качество. На рисунке ниже я показал два основных теста. Тест номер 3 и тест номер 6. В тесте номер 3 высоту первого слоя мы выставили 0,38 мм. Ну, почти 0,4 мм над столом. И, соответственно, мы должны были получить толщину подложки тоже 0,38 мм или 0,4 мм. Но в итоге мы получили 0,19 мм. В тесте номер 6 общий зазор у нас фактически получился тоже где-то порядка 0,4 мм. При этом толщину слоя мы указали 0,2 мм. И по факту получили 0,2 мм. И идеальное качество. Чтобы не было претензий к механике, сразу хочу отметить, что я провел калибровку экструдера дважды на 30 см. Это даже больше, чем нужно. И получил погрешность не больше 0,3 мм. Так же у меня откалиброванный поток филамента. Он составляет 100% для АБС. При этом габариты нашего калибровочного кубика идеальны 20 на 20. Так что претензий к потоку тоже быть не может. Так же хочу обратить ваше внимание на очень важный параметр, о котором мы забыли. Это усадка пластика. Дело в том, что у АБС пластика усадка выше, чем у ПЛА. Во много раз. И когда я печатаю, например, ПЛА пластиком, и мне приходится ставить зазоры не 0,24, как для АБС, а 0,1. Возможно, разная усадка пластиков является причиной калибровки нашего стола не в 0, как в первых и трех тестах, а с зазором 0,18-0,24. Как видите, тестов много, параметров много и результаты, конечно, отличаются кардинально. Поэтому выводы делать я не буду. Сделайте это вы в комментариях. Напишите каждый свое мнение, почему так происходит. Единственное, давайте подведем итог для новичков 3D печати. Что же им делать? Как выставлять зазор между столом и соплом? Какой правильно? Я думаю, что самым оптимальным вариантом для АБС пластика будет золотая середина, между 0,18 и 0,24. То есть поставить 0,2 мм зазор между столом и соплом. В программе Кура лучше выставить зазор в высоту первого слоя кратно нашему слою, 0,2 мм. Если вы видите, что подложка не очень качественно липнет, то этот зазор можно просто добавить. Поставить, например, 0,25. И тогда будет вам счастье. Для ПЛА пластика ситуация другая. Ставьте зазор между столом и соплом где-то порядка 0,1 мм, не больше. Иначе подложка будет просто отрываться. И если это будет происходить, то также можно немножко добавить высоту первого слоя. И поставить, например, 0,25. Надеюсь, вам понравились эти тесты и вы получили новую пищу для размышлений. Обязательно напишите в комментариях свое мнение. Что вы думаете? Почему так происходит? Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Я старался для вас, потратил кучу времени. Но истина того стоит. До новых встреч. Пока.